Вечер добрый. 20.04 и 30 секунд. Скоро будет 20.05, когда мы официально начнемся. Но в любом случае в эфире Финам.ФМ. Программа «Статус». Меня зовут Михаил Гуревич. Телефон в студии 651099,6. Код города 495. Ну и сайт Финам.ФМ работает. Можете писать туда, задавать вопросы. Ну лучше, конечно, звонить в прямой эфир. У меня в гостях сегодня Мария Строева, ведущая РБК-ТВ. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Михаил. Давай все же Маша, Миша. Ну как привыкли, да, за долгие годы. За долгие годы знакомства, да. А говорить мы сегодня будем в основном об Олимпиаде. Ну потому как это такое зрелище, такой экшен, такие эмоции, что, я думаю, полпрограммы ей посвятим. Может быть, чуть меньше. Потому как много тем, на самом деле. Конечно, про героя или не героя Советского Союза Сердюкова пообщаемся. Награжденного. Награжденного или ненагражденного. Не видно награжденного. Как это, знаешь, памятник неизвестному солдату Рабиновичу. Почему неизвестному? Потому что неизвестно, был ли он солдатом. Затронем, конечно, и Украину. На то есть личные причины у Маши. В том числе, да. Поговорим о памятнике героям-защитников Брестской крепости. И о опыте гулянии с собакой по московской соли. У Маши тоже есть опыт, да. Вот. Это тоже очень важно, потому как жизнь остается жизнью, даже если в стране происходит Олимпиада. Ну начнем, давайте, все же, с олимпийского вида спорта. Я немножко обновлю свой статус. Вообще, вы это видели сами? Уверен, что вы это видели. Это было круче. Ну, знаете, прошлую пятницу, на мой вкус, у нас был такой Новый год. Вот Новый год. Ждешь, ждешь, и он наступает. И Оливье, мандарины, шампанское. Голубой огонек. И быстро спать. Вот это волшебство, а не полторы минуты, на самом деле. Вот с того момента, как президент начинает заканчивать свой поздравительный бубнеж, и до того, как звучит 12-й удар на Спасской башне. Полторы минуты в год мы все верим в чудеса. А тут часа два верили. Вот на мой вкус. Это было что-то невероятное. По стилю, по подаче, по всему. Стадион, ну, просто космос какой-то. Гигантский, красивый, элегантный. Вообще, на мой вкус, открытие игр в Сочи эстетически. Это самое элегантное зрелище в исполнении государственной машины Российской Федерации за последние 20 лет. Если бы за открытие давали медали, то позор тем судьям, кто не присудил бы нам золото в этом состязании. Золото десятилетия, но это уж точно. Причем в таком комплексном виде спорта. То есть среди зимних и среди летних олимпийских открытий вместе. Говорят, что сценарно Эрнст повторил открытие лондонских игр. Но я слышал с ним интервью, и уже известно, что сценарная заявка была отправлена в МОК до того шоу. Так что все чисто. Ну и черт с ним, мы еще получим медали, даже если нам за открытие не дадут. А тут была гордость за страну, за нашу историю, за миролюбивую мощь такой человечной державы. Вот эта часть, которая после парада команд. Это такая презентация российской истории в красках из богатой машинерии. Мне трудно спорить с тем, как была подана история. Петровская Россия, бал Наташи Ростова и этот красный квадрат, превративший европейскую супердержаву в мирового гиганта из людей, винтиков и машин. Потом восстановление страны из руин и человеческая жизнь под болтающимися где-то сверху коммунистическими идолами. Какая мы все же прекрасная гигантская часть мира. Вот из того, что мы увидели на открытии. От себя лично хочу принести благодарность традициям олимпийского движения, которые запрещают использовать в открытиях игр тем войны и военных побед. Как оказалось, нам есть чем гордиться, помимо миллионных жертв и разрушенных врагом городов. Об этом, кстати, мы еще поговорим, как я уже сказал, про героев Брестской крепости, но немножко отдельно. Вообще вопрос только один. Где бы проголосовать за такую Россию, чтобы она вот наступила тут у нас? Без всех этих псевдодуховных скреп, но с непередаваемым величием спокойствия и достоинства. Все действие же выглядело как презентация. Вот вам русский алфавит. И давайте выберем главное. На букву Ш не Шолохов, а Шагал. На К не Калашников, а Кандинский. И на П не наше современное все, а периодическая таблица Менделеева. И Пушкин на твердый знак. Ведь, кстати, помимо того, что до революции его фамилия заканчивалась на эту непроизносимую букву, но именно она, ее мягкий собрат, на самом деле наше все русского алфавита. Чуть ли не единственного, где мягкость и твердость возведены в ранг полноценных букв алфавита. И отдельное спасибо за ее с ежиком в тумане. А когда церемония завершилась, и родни нас третяком зажгли олимпийский огонь, то началась эйфория. Ну и потом осмысление увиденного. Главный вопрос, конечно, а что это было? Это нам продавали Россию или Россию продавали остальному миру? Ведь не может быть все так просто. Мы так давно живем в этом постоянном ощущении окружающего заговора, что не готовы смотреть на подобные грандиозные шоу без задней мысли. А может просто так принято на каждом открытии рассказывать об истории, культуре, страны, организатора? Ну, не все, конечно, так раскошеливаются, но все же на том и Россия. И все-таки, может, оно не просто так было. Забурлили об этом шеринги, лайки и прочие обсуждения в интернете. И я тоже все выходные, на самом деле, спорил, делился впечатлениями. По итогам долгих раздумий могу сказать следующее. Да, наверное, не мы, живущие в стране, были целевой аудиторией. Да, зрительный ассоциативный ряд был, скорее всего, сфокусированный на западном восприятии нас. Но главное, что ведь нам всем тоже понравилось. Причем всем. И правым, и левым, и либералам, и охранителям. И хотя мы сразу начали привычно ругаться и обвинять друг друга в смертных грехах, что-то общее у нас еще как есть. И эта настоящая новогодняя ночь случилась в 2014, 7 февраля года 2014. И нам что-то всем она дала. Волшебного и объединяющего. На самом деле, неважно, кому это все было обращено, и была ли там какая-то потаенная мысль. Все зависит от того, как мы используем эти эмоции. А как бы не было больно это признавать, я боюсь, что ничего путного все же не выйдет. Просто потому, что будут соревнования, будет спорт, будут споры, кто должен гореть в аду, когда российские спортсмены выиграют или проиграют. Будет церемония закрытия, и все, сказки конец. Но я пока, кстати, признаюсь, сходил в магазин олимпийской сувенирки и купил себе кружку. И буду из нее пить чай в знак поддержки всех нас, таких прекрасных. Это было такое мое мнение относительно того, что происходило. А мы решили с этой программы, понимаешь ли, Маша, мы только это пятая, кажется, программа, и мы все еще тренируемся, добавляем в нее... Как это называется? Премьерные показы? Премьерные показы, да. Прогоны, да. И мы добавляем одежки и всяких таких вот красок. Вкусностей. Да, ты ведешь свой Facebook активно и тоже обновляла там статусы. Давайте вот начнем с одного из них. Полупустые трибуны на фигурном катании. Буквально, полупустые. На олимпийском фигурном катании. На потрясающем, красивом олимпийском фигурном катании. Режимная визовая страна. Дешевые внутренние перелеты. Доступные гостиницы и билеты. Браво. Вот так вот ты отреагировала. Как еще? Это, кстати, не с самого начала был, да, если я не ошибаюсь? Это когда вот начались командные состязания фигуристов. Потрясающе совершенно катались наши. И потом как-то стали меньше показывать трибуны. Ну, мне так показалось, да. А сначала прям раз такой пролет, понимаешь, и там половина сидений пустые. Как это возможно? Я не понимаю. Потому что у меня-то, понимаешь, еще закалка вот детства, да, советского. Когда, ну, в проходах сидели. Это же невозможно совершенно. И как это могло быть? Можно понять. Потому что то, за сколько мы летаем по стране по своей. За какие вики и деньги. Ты же знаешь всю эту информацию. Ты журналист. Ты как бы точно разведывала. Я знаю две информации по этому поводу. Одни говорят, что вот съездить на Олимпиаду на двоих – это 500 тысяч рублей. Это одни. Ну, правда, говорится обо всей Олимпиаде, вот типа на две недели. Другие утверждают, что вот смотаться буквально там на пару суток и что-то посмотреть, даже, может быть, получить открытие, например, ну, можно уложиться в 20 тысяч. Я не понимаю, как. Что значит смотаться? Откуда? Из Москвы? Из Москвы. Ты 20 тысяч заплатишь, ну, за билеты ты заплатишь больше, чем 20 тысяч. Уже я слышал про 3 тысячи за аэрофлот. Миш, когда, куда он, я не знаю. Я первый раз слышу, что аэрофлот вообще куда-то летает за 3 тысячи. Может быть, мне сильно не везло. Он правда летает. Он летает, например, в Калининград. Ну, когда это политическое решение, то он летает. А, ну, может быть, когда это политическое решение, я не знаю. В среднем у нас считается по статистике официальный, средний перелет по стране 5 тысяч на человека. Таких цен нигде, конечно, нет. За 5 тысяч на не долетишь никуда. В принципе. Если очень повезет, то заранее купишь билет. Туда-обратно, и то скорее не 5, а 6. Да, туда-обратно. Правда же? Вот. Значит, ну, хорошо. Даже берем 5 тысяч на человека, туда-обратно уже 10. Правда же? Ты летишь не один, ты летишь с кем-то вдвоем. Не знаю, с другом, с женой, с братом, с сыном. С другом брата. С другом брата, с братом сына. Значит, 10 тысяч – это только билеты. 10 тысяч. По данным, которые тоже были вполне себе официальные, значит, там рекомендовало правительство, если я не ошибаюсь, цену на 5-звездные, 4-звездные отели, но там какие-то очень высокие цены. Ну, то есть они, если я не ошибаюсь, на четверку, на 4 звезды были больше, чем в РИЦ лондонский. Ну, чтобы ты понимал. А, значит, даже если мы берем какой-то совсем дешевый, это от 8 тысяч рублей в сутки и выше. То есть такие 500? Ну, Мишка, ну мы считаем, смотри. Значит, 10 тысяч билеты, даже очень хороший благостный вариант 8 тысяч гостиница в сутки на 2 дня едешь, 16 тысяч. Ну да. Посчитай. А на 30 тысяч. И билетики, и билетики. А, да, и билетики. А покушать, ненавижу это слово, поесть чего-то надо, на что-то. Или с собой, да, рюкзачки везешь, эти самые консервы. А там не пустят. Саша, так вот. Значит, тебе надо поесть. Вот и посчитай, сколько получается. Как оно может. Скажи честно. Я понял. То есть уже получится. Ну, конечно. А вот ты смотрел же открытие. Да. После этого не хотелось потратить все эти деньги? Миш, ну меня-то приглашали. Я вообще должна была быть на открытии. У меня другая история. Я должна была там быть вообще, в принципе. Ну, сказать, что я убиваюсь, нет. Ну, это мое личное ощущение. Ну, просто у меня так сложилось, что ну вот, да. А потратиться на это, ну, бог его знает, не знаю. Но это лично мое. Я понимаю, что очень многие, наверное, хотят. На хоккей бы я хотела, например. На хоккей бы очень хотела. То есть после открытия у тебя не возникло такого ощущения, сожаления, что ты там не была, когда вот это все происходило? Мне было хорошо. Видно, у меня большой телевизор. Давай поспорим, у кого больше буквально. Хорошо. Ну, ты еще съездишь или нет? На Олимпиаду? Боюсь, что нет. Мне бы на закрытие, конечно, хотелось бы, но на закрытие не получится. Все же, вот скажи, а что ты думаешь по поводу открытия? Что это было? Ну, безусловно, это было очень хорошо. Нет, это понятно. Да. А ты имеешь в виду что, что это было? Это смысл имело? Смысл? Значит, понимаешь, какая штука? Показывать мне девушек в кукошниках, купола Василия Блаженного, мне коренной москвичке показывать, не имело никакого смысла. Но я же понимаю, что это для мира. Но их показали, кстати, очень интеллиганно. Очень интеллигантно. Дога и вальс потрясающие, но оно не может быть плохо. Но вот честно скажу, слеза меня прошибла, и вот такое ощущение, когда родни нас с Третьяком стали зажигать огонь. То есть вот тот самый. Конечно. Во-первых, потому что... Мы, кстати, спорили. Знаешь, я спорил со своими, правильно или неправильно. То есть молодые должны были зажигать. Условно, Кабаева. Кабаева донесла. Да, но знаешь, да, что это самая была самая такая... Мне понравилась шутка. Опять же, в Фейсбуке было, что Путин живет таки с Третьяком. Понимаешь? То есть кто должен был? Молодые или вот то, что умудрённые опыты? Ну не знаю. По-моему, это выдающиеся спортсмены современности. Их достижения... Ну я не знаю, кто переплюнул. Это непревзойдённые совершенно спортсмены. Непревзойдённые. То есть всё, что в прошлом, это наше всё всё равно. И зажигать они должны. Понимаешь, какая штука? Миш, значит, если это праздник спорта, вот спорта, то покажи пальцем, кто достиг в спорте большего, чем они. Ну ёлки-палки. Ну нет же, ребята, ну нет. Вот же, вот основа основ. Конечно они. Мне, знаешь, сразу стали в том же Фейсбуке писать про роднену депутата. Ребята, я закон Димы Яковлева в эфире обсуждала так жёстко, насколько это в принципе было возможно. И про неё я писала. И я до сих пор считаю, что для человека, которого Штаты приютили в голодный год, в тяжёлый момент, и у которого в Штатах живёт дочь, мягко говоря, не лучшим образом. Надо было интеллигентнее как-то относиться. Как-то, да. Но это касается депутатства и проявлений. Если мы говорим о спорте, то, господа, фигуристку роднену не переплюнул пока никто. И не припрыгнул. В прямом смысле слова. А депутат Государственной Думы, регулировщик, дядя Стёпа... Валуев, я себе представлю, очень смешно. Мне кажется, он молодец вообще. Это же смешно было. Ну правда. Это к слову, когда, знаешь, вот мы ещё поговорим об Украине, да, когда говорят, может ли Кличко быть президентом. Слушайте, у нас тут половина Государственной Думы, спортсмены и шоумены. Абсолютно. Абсолютно. Ну нормально же, да, что депутаты Государственной Думы вот участвуют в шоу открытия. Да. Единственное, я не поняла, например, почему Никита Сергеевич Михалков нёс знамя, как и все. Он, кстати, два раза. Вот я, меня порадовался. Ещё он в каске был. Да, он был в каске, в кино. Но там же ещё в кино был Машков и Безруков. Вот тут я ж прям... Безруков сыграл себя буквально в первый раз. Да, практически себя, да. Это такой эпический рыцарь. Это как Витязь, Витязь, вот. Не, ну слушай, а с другой стороны, ну а кто, если не Михалков будет нести знамя? Ну да. Там был герой какой-то киберспортсер. Слушай, объясни мне, пожалуйста, почему, например, знамя, этот самый олимпийский флаг не несла, не знаю, Великая Тарасова, например? Ну почему? Потому что она должна была зажигать. Они разделили, если я правильно понимаю, ну организаторы, да, опять же, никого не винить. Они, вот эти, такой тип людей, ну заслуженных, делают это, другой тип делают то, а третий делает всё. Вот, соответственно, Тарасова могла бы зажигать огонь, если бы уже не зажигала роднина с третийком. А, в этом смысле. А Михалков не мог бы зажигать огонь, но... А он в каком виде спорта прославился? Я просто что-то, видимо, пропустила бы его. Он оскароносец. Это спорт? Ну, кстати, весеннюю. Нет, я не... Я бы это включил в весеннюю олимпиаду. В весеннюю олимпиаду. Например, да. Почему нет, собственно говоря. Мы обязательно продолжим про олимпиаду. Сразу после небольшой рекламной паузы никуда не уходите. Это статус. Меня зовут Михаил Гуревич. Телефонной студии 6510996, код города 495. И в гостях у меня Мария Строева, ведущая на РБК-ТВ. Маш, продолжаем про олимпиаду. Продолжаем. А давай начнём... Продолжим, точнее, с ещё одного твоего статуса. Если можно, ещё один статус про олимпиаду от Маши Строевой. Да, прямо сейчас. Вот знаете чего? Вот вышли наши фигуристы на лёд. И вся хрень невозможная с подготовкой к играм забылась. Потому что это фантастика и волшебство. И восторг до слёз. И так хочется, чтобы этого восторга было больше. А всей окружающей грязи поменьше. Так хочется. Правда, нет. Вот эта вот девочка 15-летняя, как её Юлия... Фантастика, Юлия Липницкая. Липницкая, это что-то невероятное. Фантастика. Скажи только один момент. Я не интересуюсь этим самым фигурным катанием. Я понимаю, кстати, почему туда пришёл Путин. Потому что, ну а кто смотрит фигурное катание? Ну, все домохозяйки, извини, пожалуйста. Я не домохозяйка, я не упачиваю. Ну, как бы, ну, собирательный образ, да? Ну, и как бы, это правильный лекторальный образ. Миша, когда я была маленькой-маленькой толстой девочкой, я мечтала, что я буду фигуристкой. Ну, ты смотришь по-другому, а остальные... Вот. Ну, она же уже чемпион Европы и какой-то тоже чемпион ещё чего-то. Да-да-да, ну, конечно, она титулованная спортсмена. Ну, никто не знал про неё, что ли, раньше? Вдруг это какая-то такая невероятная истерия? Ну, значит, во-первых, ты как-то правильно сказал, да, домохозяйки, мы отвыкли, вот на самом деле, это очень важный момент, мы отвыкли массово смотреть за культовыми, в общем-то, для нас следить за культовыми видами спорта. За фигурным катанием, за лыжами, ну, хотя бы беговыми, ёлки-палки, за биатлоном, за хоккеем, это же, вот, вот, то, что показано в кино «Легенда номер 17», мы-то с тобой ещё помним из детства, когда, когда замирали и вымирали улицы, и когда, действительно, помнишь тот момент, когда Тарасов в исполнении Менщикова ходит по двору, и когда двор взрывается, он понимает, что гол, шайба. Потому что, действительно, я же помню, как кричали, у меня папа болел, кричал так, что он голоса лишался, понимаешь, и это было абсолютно... А сейчас мы не смотрим, что ли? Ну, нет, конечно, я сына, кстати говоря, как-то посадила лет 10 назад, когда он ещё подростком был, как раз наши начали, так сказать, реанимироваться понемножку, он уже отвык, он футбол вот любит, ну, хотя бы футбол смотрит, а большинство... Да, когда футбол, кстати, тогда кричат, можно было знать. Ну, когда ещё, понимаешь, а в принципе, ведь хоккей и жёстче, и динамичнее, и скорости больше, потому что площадка меньше. Ну, честно скажу, у меня зрение плохое, я шайбу не вижу. Не успеваю. Ну, вообще, я не понимаю, как она... Ну, вот, короче говоря, мы действительно потеряли, поэтому и за девочкой мало кто уследил, понимаешь? Ну, потому что то, что я увидел, это космос. А когда волосожар улетела куда-то под купол, как цирка, он её так, раз, и она улетела. Улетела же, ёлки-палки, как это делается? Это же, ну, сердце же замирает, невозможно. Не безумно красиво, да. Труд? Какой это талант? Какая это школа? И, с другой стороны, это труд, который где-то в тиши, в тайне, что ли, готовится? Ну, а не зря же Тарасова озвучила вот эту чудовищную цифру. Ты вдумайся, 600 тренеров по фигурному катанию уехало. 600, понимаешь? Мы школу уничтожили. А Юля, вот она в России тренируется? Ну, первая тренер у неё была в Екатеринбурге, и с ней вот даже я видела коллеги наши там телевизионные связывались. Она, конечно, сама, знаешь, еле говорила, ну, представляешь, такой талант найти. Да, это, конечно, вот. А потом я даже не знаю, честно говоря, где, вот, к стыду своему скажу я тебе. Не знаю. Потому что я думаю, что, ну, не половина, большая часть там, конечно. Потому что тренеры там, и площадка там. Когда Тарасова говорила, не дают лёд. Ну, нету льда. С другой стороны, я вот живу, у меня прямо рядом каток, да, ну, вот такой профессиональный. И я вижу, как туда ездят, и как туда девочки вот эти идут. И я знаю, как их, понимаешь, там с трёх-четырёх лет. Какая-то была жёсткая школа, я это видела, когда ещё сама спортом занималась. Как этих детей, понимаешь, плющат. Но оно имеет смысл, конечно. Да, потом мы наслаждаемся просто. Слушай, а раз ты такая спортсменка, я меньше. Я вот только, я плаваю иногда, знаешь. Вот сейчас мы завершим. С другим нашим спортивным другом, да. Да, 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 сейчас мы завершим общение, я пойду плавать. Это летний вид спорта. Ещё где-нибудь, в каких-нибудь видах спорта что-нибудь подобное нас ожидает? Ну, потому что я... Хоккей я жду. Нет, в хоккей, да. Хоккей я очень жду. Может быть, я специально не хочу каркать, я сомневаюсь. А бог его знает, а вдруг, Миш? Да, вот дайте мне сомневаться, потому что будешь уверенным, потом... Нет, я всегда сомневаюсь, и я тебе больше скажу, я боюсь смотреть. Мне всегда кажется, что если я на них смотрю, они сразу... Я тоже всегда ухожу, понимаешь? Нет, у меня по-другому. Я иногда говорю, о, надо смотреть. Если наши забили, как бы, шайбу, гол, неважно, в моё присутствие, я дальше не ухожу. А если в моё отсутствие, я стараюсь почаще уходить, чтобы, знаешь, ну, может быть, так карма. Давай немножко всё же вернёмся к политике вокруг Олимпиады. А скандал очередной произошёл, NBC очень порезала трансляцию открытия Олимпиады, среди прочего, утверждается, опять же, есть разные слухи, потому как говорится, что они, например, вырезали часть, которая посвящена Советскому Союзу была, вот эта прекрасная буги-буги, кстати, я хотел сказать, что оттепель у нас, опять же, получилась лучше всего. Да, со стилягами очень хорошо. Вообще, оттепель, это наше всё. И часть выступления главы МОК, который бах, да? Да, который бах. Бабах. МОК, который бах. МОК, который бах. А вот, и ещё что-то вырезали. Говорят, что они также вырезали выступление Тату, и вот это, кстати, меня навело на мысль, что, может быть, вообще вся эта новость фейк, потому что Тату выступала на разогреве до, и, в принципе, мы тоже не видели это выступление. Оно выступало до начала церемонии. Да, да, его не было в церемонии. И его вырезали просто все. Говорят, где-то оно на кабельных каналах проходило. Мы видели только, если кто смотрел первый канал, потом они обнимались там с Малаховым. Да, с Андрюшком Малаховым, да. Вот, это было, кстати, отдельное такое включение. Это, наверное, вырезали. Я даже не против, потому что американцы просто ничего не поняли бы. Я сегодня немножко разбирался с этим вопросом. Оказалось, что NBC вообще не первый раз вырезает. Они также покупали права на трансляцию Лондонской Олимпиады, и там вырезали кусок, посвященный Memorial Day. Соответственно, это, кстати, было нарушение, потому что британцы, в отличие от нас, не послушались МОК, и все же включили вот часть, так сказать, негативного такого восприятия, и NBC это вырезало. Видимо, в рамках антианглийского заговора такого плохого. С другой стороны, в принципе, скажи мне, насколько легитимно, когда вот какая страна закупает, компания закупает права на показ такой вещи... Да, и режет под себя. Не знаю. При том, что я же видела, какую они рекламу, я как раз была накануне Олимпиады в Штатах, я видела, какую они рекламу запускают, ну вот, предстоящих Олимпийских игр. Я так думаю, я даже удивилась этой новостью, честно говоря, потому что я думаю, что они так, нифига не трепетно видно. Ну, как-то, нет, мне-то как раз американцы, мои друзья говорят, слушай, у вас там Олимпиада открылась, прикольно, может, и у нас что-нибудь скажут. А вот, потому что, ну, у них свой... В Нью-Йорке даже в такси они это рекламировали. Да. Потому что мне, я вот, мое ощущение, если честно, что, наверное, наверное, так, если вот открыть Олимпиады ты закупаешь права, покажи полностью. Ну, конечно. Типа без купюр. Конечно. Потому что потом в Северной Корее начнут показывать через пять лет... Вырезанное. Мне говорят, знаешь, что в Северной Корее показали открытие Московской Олимпиады. Восемидесят. Да, конечно. Сейчас показали? Да, ну нет, ну это шутка такая. А можно, серьезно? А я-то, знаешь, я бы, да, я бы поверила им, в общем, бедным все равно. Там Мишка улетал, а говорят, что на закрытие он прилетит, понимаешь? Вот. В принципе... Слушай, я, кстати говоря, ты знаешь, все время, это все смешно, конечно, но я все время думаю, вот смогут на закрытие наши вот этот эмоциональный, дикий совершенно клинч, вот закрытие Олимпиады 80-х переплетелений. Это невозможной красоты. Пахмутову, вот этого Мишку со слезой, которого сделали, да, на трибуне, это же, ну невозможно. Здесь только разве что... Реально уже трибуны плакали. Я не понимаю, кто должен лететь, чтобы мы зарыдали. Ну правда. Либо от счастья, либо от умиления. Мы сегодня так, мне кажется, перекормлены вот всей этой бойдой, что... Ну потом, конечно, тогда количество эмоциональных вот таких стрясок было значительно меньше. Да, вообще, в принципе, оно по-другому происходило, да, то есть мы все вечером собрались перед телевизором и посмотрели. А кто не смотрел, все, дальше мы вот из уст в уста передаем. А здесь вот эти ролики с фигурным катанием, я просто в Фейсбук не могу заходить. То есть у меня идет сплошная лента одного, нет, уже двух выступлений. Я, кстати, думал, что оно одно, а уже два. Конечно, их было два. Второй даже еще круче. Да, произвольно. И все, я больше ничего не вижу, кроме них. Вот. Немножко еще о негативе. Тут интересная такая новость тоже была. Вообще, ты как считаешь, вот правильно, что негатив на Олимпийских игр оказывается решительно под запретом? Потому что норвежские спортсмены, лыжники, если не ошибаюсь, не могу вот я найти эту новость. Лыжники, значит, соответственно, они вышли с траурными повязками на борту в связи с тем, что, значит, одно из лыжниц, вот я нашел, да, значит, в связи с тем, что, значит, родственник погиб у чемпионки мира 2007 года. Нет, да, брат, значит, чемпионки мира. Тут знаешь, какая история? Так вот, подожди, Мок сказал, что нельзя выходить с траурными повязками, потому что Олимпиада — это праздник жизни, соответственно, радости и счастья. И вот всякого тут негатива, пожалуйста, не надо. Бог его знает, это, конечно, ее личная трагедия. Потому что в футболе, правда, выходит. В футболе выходили, но либо, ну да, в общем, когда трагедии действительно случались какого-то вот такого... Минута молчания, там, еще чего-то не страшного. Не знаю. Я только знаю, например, что для норвежцев, скажем, лыжный спорт — это культовая абсолютно вещь, сакральная совершенно. И вполне возможно, что вот, ну вот, в Норвегии именно это поняли, потому что прекрасно знает этот спортсмен, потому что она родная вообще для них всех, понимаешь? Бог говорит. Для всех, может быть, в этом и есть смысл какой-то. Трудная тема, знаешь, такая очень тонкая на самом деле. С другой стороны, я бы не заметил вообще, в принципе, этих травмных показов. Да, может быть, заметили бы те, на кого это, так сказать, ну вот, кому это адресовано. Я, кстати, по поводу открытия, еще один маленький момент и того, что замечаешь или не замечаешь. Все же смотрели, будет ли там какая-нибудь акция защиты ЛГБТ, да, ну, соответственно, этого гейского движения. Так вот, ну... Что же их всех защищать надо? Половина решила, что форма сборной Германии, это такой большой флаг. Над этим, да, веселились страшно. Обращаясь ко всем, и тебе посмотри, пожалуйста, форму Канады. У них на каждой, вообще на всех майках, на пальто, на куртках, везде, с одной стороны, канадский герб какой-то, видимо, Олимпийского комитета, а с другой стороны, таки те самые вот... Да ты что! ...цветики, пересветики. Да ты что! Вот, да. И никого не смущает. То есть, как бы, черная повязка, значит, соответственно, смущает, да. Потому что это негатив, а это позитив. А это позитив, радость жизни. Позитивчик, да. Ну, вот на этой позитивной радость жизни ноте, я думаю, мы завершим обсуждение Олимпиады. У нас просто слишком много тем. Давай двинемся дальше. Давай. Свежая новость, которая, честно говоря, до сегодняшнего дня, она постоянно нас сопровождает. Потому что Сердюков, бывший министр обороны, это наше все. Да. А сегодня появилась новость со ссылкой на независимую газету, что бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову в 2012 году было присвоено звание Героя России. Вот. Секретно, видимо, как-то. В тайне. В тайне, да. Серьезно. Сердюков был награжден почетным званием 20 марта 2012 года секретным указом Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента Российской Федерации. Шепт. Ранее. Шепт. Через айфон. Вот. Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что данным указом Героем России был тайно присвоен начальнику генштаба Николаю Макарову. Но это, кстати, тоже в СМИ сообщение. То есть он одному по Wi-Fi передал медаль, а другому по Bluetooth. Вот. Но потом пошло опровержение. Причем такое опровержение, именно как я об этом и говорю. Потому что, соответственно, адвокат Сердюков сказал, знаете, по нашим данным, не было у него звания Героя, и даже он не выдвигался на Нобелевскую премию. И к лику святых его тоже не причисляли. Пока не причисляли. Информация о присуждении звания Героя России бывшего министра обороны не соответствует действительности. Об этом, кстати, агентству Интерфакс позже сообщил источник в администрации президента РФ. А никто не называется, понимаешь, при этом. Да. Но это другой уже президент РФ просто. Тогда был Медведев, а этот источник, он у другого президента РФ. Ты мне объяснишь, что это такое? Я не знаю. Я не понимаю. Я не знаю, но когда сегодня к вечеру появилось сообщение о том, что зятя Сердюкова разыскивают, и если не найдут, то объявят и выяснится, что он за границей, то объявят международный розыск, я предположила, что его разыскивают для того, чтобы вручить. Тоже вот это. Конечно. Еще одно. Видимо, если найдут. Сердюковскую или отдельную? Нет, отдельную, конечно. Тоже тайную. Да, это, знаешь, как шарик, который полдня бегал, чтобы сфотографировать, а потом полдня будет бегать, чтобы отдать фотографии. Скажи, а как? Я вообще не понимаю. То есть, ну, Герой Советского Союза, да? Тайна. Это, наверное, есть какой-то реестр. Герой Советского Союза инкогнито. Инкогнито, да. Неизвестный солдат Рабинович. А, соответственно, ну, есть список всех героев, да? Наверное, есть разведчики. Реестр, ведь. Нет, есть разведчики. Ну, да. Вот есть разведчики, которые, наверное, что-то такое действительно совершили. Все. О них секретно. Их в сторону. Сколько их может быть? Ну, не знаю. По пальцам, ну, да. Да, каждый год, ну, пять человек. Ну, то есть, если мы прям так активно за границей боремся. Работаем. Вот, то пять человек. Но остальные-то все должны быть известны, да? Ну, неужели нельзя сделать запрос? Ну, какой-то реестр, конечно, должен быть. Как министра обороны можно награждать секретно? А я просто даже как-то стесняюсь спросить, а что министр обороны совершил геройского? Ну, слушай, Обаме дали же Нобелевскую премию мира через 10 дней после того, как его сделали президентом. Не понимаешь, там могли дать, знаешь, президенту ядерной страны, могли дать за то, что он ничего не сделал. Нет, я тебе хочу сказать, что с моей точки зрения, вот если честно, он, да, достоин героя Советского Союза, потому что он, кажется, на моей памяти первый министр обороны в штатском. В штатском, ну, если только... Это герой, это просто геройский подвиг. Нет, тогда надо награждать героем того, кто сделал министром обороны человека в штатском. А он еще не герой тот, который сделал? Нет, вот я что-то сомневаюсь. А, подожди, так это же Медведев был. Ну, конечно. Нет, ему и айфон дали, это же вечная тема. Кстати, вот, знаешь, потрясающе. Вот это потрясающе, соответственно, потому что он-то стал, Медведев же, да, стал главным героем открытия Олимпиады. Да, неволей, так сказать, видимо. Да, говорят, что закрытие Олимпиады его разбудит и отправит в небо. Да, отправит в небо. Так, да, с Сердюковым мы немножко разобрались. По поводу Украины, может, немножко поговорим? Давай. У меня к тебе один вопрос по поводу Украины. У тебя юзерпик в Фейсбуке, он такой с украинским сердечком. Я, честно говоря, очень так спорно отношусь, когда вдруг половина моей ленты становится вдруг черненькими, потом вдруг беленькими. Ну, флешмобные такие штуки. Да, я сама не очень люблю, на самом деле. Да, и, кстати говоря, первый раз, в общем, такой себе позволю. Объяснись тогда. В силу того, что, в общем, это вот, да, моё тоже, да. Украина наше всё, в смысле. Ну, оно моё лично, потому что, ну, вот я, я там присутствую очень много, да, и в жизни моей это очень много. Вот, поэтому у меня там, естественно, много друзей, и я знаю эту ситуацию изнутри. И вот они все, понимаешь, они вот по одну сторону баррикад, то есть там чистое такое распределение. И это привет и им тоже такой, да, и знак поддержки и понимания. И ещё есть один момент тонкий. Мне кажется, вот смею так сказать, да, мне кажется, что официальные СМИ российские последние даже не месяцы, а годы дают необъективную картину происходящего на Украине. Я могу это утверждать просто потому, что я знаю, опять же повторяю, ситуацию изнутри. И мне кажется, что украинцам было бы приятно знать, что в России есть люди, которые... Журналисты. В том числе, да, которые понимают, в общем, да, и поддерживают их. Вот, собственно, и всё. Слушай, у меня ощущение при этом, я во многом разделяю твою позицию относительно Украины, что не секрет, но при этом при всём согласен, что большинство российских журналистов, которые пишут про Украину, я, кстати, говорю на Украине, ну, я всё же на русском языке общаюсь здесь, говори в Украине, ещё где угодно, но я поддерживаю там украинцев, но я... у меня есть такое ощущение, что большая часть российских журналистов относится к Украине, просто ребята выпендриваются, они же наши выпендриваются. Нет никакого негатива. Вот заметь, с точки зрения российских... Есть незнание, есть абсолютное незнание того, что происходит, ну, негатив есть, так сказать, если он заказан, почему бы нет, а так, в принципе, это незнание и такое действительно, ты правильно сказал, выпендрёшь, но который исходит из того, что... Да, это же наши всё равно, что они тут. Нет, то есть, вот, я действительно потрясающе много раз в регионах общался, везде люди с улыбкой, добродушные, доброжелательные, с любовью к Украине говорят, ну, ребят, ну, это же, ну, какая вы страна. Какая страна, у вас языка-то нету. Вообще, абсолютно. А потом слышат украинский язык и говорят, это на каком, на польском? Потому что они не понимают ни слова, естественно. Да, это... Ну, вот, на самом деле, знаешь, это вот как раз то, о чём мы с тобой, да, вот как-то говорили между собой, что невероятная узость знаний, знания о чём бы то ни было, как раз обычно и вызывает смелость суждений по этому вопросу. Солёта, уверенность. У меня абсолютно, понимаешь. Уверенность во вчерашнем и завтрашнем нет. Совершенно, да. А что-то там происходит вообще сейчас новое? Да нет. Ты знаешь, я уже, наверное, недели две пытаюсь договориться об интервью с лидерами оппозиции. Они пока не могут даже... Секретничают. Да. Они, мне кажется, так малость менжуются. Ну, ничего. После перерыва мы продолжим, а после ампиады, я думаю, они снова начнут говорить. Оставайтесь с нами на Финам.ФМ. Продолжаем программу «Статус». Видите, мы как с перерыва прямо вошли разговоры. У меня в гостях Маша Строева, ведущая РБК-ТВ. Телефоны в студии неизменны. 6510-99,6. 495, код города. Зовут меня Михаил Гуревич, как и до перерыва. И мы переходим на менее веселые темы. Поговорим немножко о стрельбе в школе 263. Затронули мы это и на прошлой неделе, но тогда это прямо в понедельник случилось. За это время, наверное, было время и подумать, и обмозговать, что же произошло. Вот, например, что написала у себя в фейсбуке наша сегодняшняя гостья. Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества прапорщика полиции Сергея Бушуева и учителя Андрея Кириллова, погибших в московской школе номер 263. Соответствующий указ президент подписал 6 февраля. «Скажите, а в чем проявилось мужество погибших? Я не про то, что их жаль и безумно жаль их родных. Я про то, что это безумное решение, на чем основано. Что за идиотия-то творится?» — Знаешь, действительно, вот это поразительно. Давай разделим, наверное, разговор об этой стрельбе на две части. С одной стороны, поговорим о том, что же там произошло, а с другой стороны, вот начнем как раз с этого интересного момента. Вообще не только в этой трагедии, но и во всем, что такое негативное у нас происходит. Гибнут люди, взрывается что-то, переворачивается, падает, люди погибают от выстрелов подростка. — Первая и главная новость, которая у нас идет в эфир, это сколько денег, чем наградили, сколько денег получили. — Монетизация горя. — Да, вот такая монетизация, не льгот, а именно горя. Такое впечатление, как будто национальная рента у нас по факту гибели присуждается. Это тренд? — Ты знаешь, я помню историю с авиакатастрофой. — Вот что это было, только скажи мне. А, это было, когда Бен Кузьмук сбил самолет, летящий в Израиль. И тогда открытием для России стало то, что израильтяне, у них была страховка, ну они пассажиры, и они, соответственно, застрахованы, а у россиян нет. Мы тогда с изумлением узнали, только тогда, и только после этого, собственно, появилось страхование. Я к чему? Что вот выплаты, как правило, в таких историях, насколько я понимаю, в мире в основном, это в первую очередь компетенция страховых компаний. А, так сказать, попробовать смягчить горе, как-то поддержать и помочь вот это уже общество. У нас получается, что то, что мы говорим, дали столько-то рублей, это как будто мы что-то вот правда сделали. Оно, конечно, важно, особенно если, не дай бог, потери кормильца там, да, или что-то. Но ведь людей-то все равно же не вернешь. Говорить-то надо не об этом, а о чем-то другом, видимо. Абсолютно. Потому что главная новость, я каждый раз, может быть, это мне в глаза бьет, может быть, это я такой чуткий вот эти цифры, но действительно каждый раз, когда что-то происходит, я читаю и первая новость. То есть не первая, то вторая. Сколько денег получат? Первая, это что президент и премьер-министр в курсе и создали комиссию или рабочую группу и выразили соболезнования. А сразу после этого, как бы, раз... А сразу деньги, да. Причем тоже соболезнования не впрямую, соболезнования через кого-то. Мы знаем, что они выразили соболезнования. Да, да. И потом сразу деньги. И то ли страховки нам не нужны. То есть главная же проблема, знаешь, что в России страховки не популярны, потому что, ну, русский человек, он, в принципе, на авось живет, да? Ну, и этот институт как таковой не раз. Абсолютно, да. И получается, что сейчас, честно говоря, вот, может быть, это такая плохая мысль и плохо это, но у меня такое впечатление, что люди не будут. Будут больше страховаться. Зачем? То есть если мы погибнем в авиакатастрофе, ну, за нас заплатят. Если нас там где-нибудь в теракте замочат, извините, да, то тоже нам, как бы, денег вернут родным. И зачем страховаться, в принципе? Это да. В общем, да. А главное, что у читающих об этом ужасе, как-то, мне кажется, какие-то другие должны мысли-то возникать. И тоже такое смягчение. Ну, все им заплатили. А что ли выгоревать-то? Какой траур? Ну, заплатили людям. Ну, там, не то, чтобы радуйтесь. Ну, нормально. Да, а то, что причину поломки не нашли, или там организатора взрыва, или, собственно, не выяснили, что произошло здесь. А вот здесь, да. Вернемся теперь ко второй части здесь. Правда, за что ордена? Я не очень понимаю. Я общался с одним человеком, не с большим количеством, с одним человеком. Мне говорят, что действительно, дело в том, что мне жена намекнула, я потом спросил одного знакомого, который связан с силовиками, он говорит, там действительно это полицейский, он открыл дверь, когда там находился вооруженный подросток с оружием. И, в общем-то, лучше в это время дверь было не открывать. Потому что то, что он в него выстрелил, это, ну, извините, нельзя сказать, что слава богу. А если бы он открыл стрельбу по всему классу? Конечно. Конечно. А касательно учителя, это чистая трагедия. Это трагедия, безусловно, но в чем тут героизм? Героизм в чем? Я не очень понимаю. Я понимаю даже, ты знаешь, не знаю, школьный коллектив решил присвоить школе его имя. Да, абсолютно. Это нормально. Понимаю, это человеческая реакция. Я не понимаю, почему орден мужества. И я не понимаю, как люди, которые действительно совершили что-то геройское, ну, я не знаю, отдали жизнь свою за страну, например, или там заслонили с собой, я не знаю, ребенка, ну, или что-то, да, вынесли из огня кого-то. Почему они и вот человек, который, конечно, безвинно, так сказать, погиб, но тем не менее. Ты знаешь, вот Олимпиада не так затронула наших слушателей, а, видимо, эта тема более отозвалась. Ну, еще бы, это же прям вот у каждого, конечно. Александр Викторович у нас на связи. Александр Викторович. Вы знаете, ребята, я хочу поблагодарить вас, как и ведущего, так и Машу, за настолько адекватный анализ всех ситуаций, что если бы я не писал на ленте «Хутрейд», это такая лента бывшего «Финама», то мне вообще казалось, что «Финам» уже давно превратился в газету «Завтра». Да нет, не надо обижать радиостанцию, она у нас хорошая, мы сегодня и в «Завтра». Да, да, вот я хочу поблагодарить вас за то, что на «Финаме» еще остались такие люди. Будем держаться до последнего, спасибо большое, Александр Викторович. Это труднее и труднее, ребята, спасибо. Оставайтесь с нами и все остальные, кто нас слушает, пожалуйста. Ну да, вот все равно, конечно, при этом действительно какая-то безумная трагедия. Чудовищная. Родители, которые куда-то пропали. Ты знаешь, мне позвонил, я, кстати говоря, по этому поводу, вот что, какую хочу историю рассказать. После того, как это произошло, буквально через пару дней, мне позвонил Яков Трубовской, заслуженный учитель России. Потрясающий человек. В педагогическом мире он гуру, он гуру, и он невероятная умница, он потрясающий совершенно человек. И он у меня был в эфирах когда-то, я его нежно люблю. Он мне позвонил, сказал, Маш, очень надо поговорить, я хочу объяснить, мы страшные неправильные выводы делаем по поводу того, что произошло. И он прав, понимаешь? Потому что вот то, что происходит, вот последствия, кроме того, что наградили двух погибших орденом мужества, я очень опасаюсь, что кончится это постановлениями что-нибудь запретить, что-нибудь ужесточить, что-нибудь взять под контроль и где-нибудь еще подвернуть какие-нибудь гайки. А за суть и никто не дойдет. Заканчиваю эту тему. Ну, сейчас у нас есть еще один слушатель, прежде чем к нему обратимся, я тебе хочу сказать, что у меня вообще есть гениальное решение. Надо запретить все. А только мы с тобой уже сошлись, конечно. Издать закон, который запретит все на всякий случай. А потом только положительные коннотации. Выборочно. Разрешать, разрешать, разрешать. И то выборочно, я считаю. Зато будет только разрешение. Алексей у нас на линии. Алло, Алексей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот в чем вопрос. Вот, допустим, трагическая кибель царских семей. В чем заслуга Николая, которого причислили к лику святых? Ну что? Подождите, подождите. Минута. Во-первых, церковь, если я не ошибаюсь, это все же общественная организация и не государственная. И церковь сама, я не просто не силен как бы во всех нюансах решения. Не теолог. Не теолог, да. Насколько я понимаю, там есть священный... Синод. Синод, который решает. И это решалось не в один день. Да, и это общественное какое-то движение, которое... Ну, в смысле, не движение, это общественное, но как движение, в общем-то, вера. А я могу сказать, в чем? Его причислили к лику великомучеников. Это несколько другая история. Ну... Если учителя, если священный Синод вдруг решит у погибшего учителя причислить к лику святых, это будет, во-первых, право церкви, а во-вторых, по крайней мере, есть повод для рассмотрения, согласитесь. Он невинно убиенный. Ну, в общем, да, как и сотрудник полиции, невинно убиенный. Абсолютно. Мы же не говорим, что их правильно убили. Мы спрашиваем, в чем мужество, которое они проявили, за что им дали орден. То есть, если у полицейского, можем еще спорить, потому что полицейский был при исполнении служебных обязанностей. Здесь, вроде, учитель был при исполнении, да? Но при этом, при всем, вот, подвиг-то в чем? Нет, подожди, есть описание конкретное, за что присваивается орден мужества? Ну, мы даже... Я согласен абсолютно в этом вопросе. Поэтому у меня тоже много, как бы, противоречий на эту тему. И я пытаюсь, как бы, объяснить, как бы, у Акунио, там, говорит, красиво умер, да, вот, про Японию. И стал, кстати, не расстроен. Вот, и здесь, как бы, тоже скончался в начале и трагично, и несуразно. Так очень жаль. Это безумно жаль, человек. Это трагедия. Конечно. Наверное. Конечно. И очень бы хотелось, чтобы хотя бы сделать правильные выводы из произошедшего. Да, да, видимо, так. Спасибо, что вы пришли. Вам спасибо. Спасибо вам. Потому что я понимаю, что все озадачены и пытаются действительно как-то для себя ответить на многие вопросы. Слушай, у нас прямо какой-то шквал. Магомед, да, последний это будет звонок, потому что у нас буквально две темы, которые надо затронуть. Да, Магомед. Добрый вечер. У меня просто есть информация, которую даже Антелло не пустил в эфир по поводу расстрела в школе. Было интервью с охранником, которого помиловал этот школьник. Вот, а вот по поводу как раз мужества для милиционера, по-моему, просто чистой воды бред, потому что милиционер просто пошел на обумкип. Да, нет, ну, то есть по факту то, о чем мы и говорим, что он ворвался в класс... Это была просто чистой воды глупость. Ну, уже не глупость стоила жизни. Охранника ребенок просто отпустил, сказал, он ему сказал, я хочу стрелять, у меня в классе свои дела, свои разборки. Уходите. Он его отпустил. Вы вызвали милицию, сначала один туда забежал, просто не глядя, что там, чего там. Действительно, очень повезло, что детей не начал расстреливать. А за ним еще второй туда же ломанулся, который сейчас в больнице лежит. Будем надеяться, что он поправится. И за это им дают еще орден. Орден за то, что у них нет головы. Собственно говоря, ровно об этом мы и говорим. Спасибо, Магалет. Ты знаешь, я хотела только добавить, что вообще я вот написала, там, может быть, даже слишком сильно, что это некий приговор нашей школе как к институту, потому что мальчик-то пошел не домой стрелять. Мальчик пошел в школу и шел конкретно кому-то. Не говоря о том, хорошее учить, плохое у человека, нет. Говорить сейчас об этом поздно. Но мы абсолютно должны признать, что школа наша – это аппарат подавления. Там выговориться негде. И цель вот этих все разговоров о формах, об единообразии, об этом, обо всем, на мой лично взгляд, это отход не об образовании, не о качестве программ, не о качестве учебников, не о качестве преподавания того или иного предмета. Нет, мы говорим о единообразии и дисциплине. Это аппарат подавления. Мне кажется, пора бы об этом задуматься. Вот об этом надо говорить. В завершение темы, давай выходить на какой-то положительный момент. Мне рассказали в Израиле, сейчас обсуждается, мне очень понравилось, введение часа дискуссий. Очень хорошо. Они будут каждый раз в неделю, например, они будут обучаться спорам, спорить. Из них это все будет выходить. Правильно. Тем более у подростков, конечно. Они будут учиться доказывать друг другу, им будут даже за это ставить отметки. Риторик прекрасно. Знаешь, это прекрасно. Прекрасно. У нас буквально две минуты остается на одну тему, три минуты на одну тему, две минуты на другую тему. Все мы так не успеем обсудить. А по поводу Брестской крепости, я, честно говоря, приготовил целый статус относительно обновления вот этого, что было с Брестской крепостью. К сожалению, видимо, времени не будет его вам рассказать. Но мне все равно, меня это постоянно ломает. Я постоянно об этом думаю, что как-то что-то мы нашли нашу национальную идею в прошлом. И такое иногда впечатление, что вот это вот святое, которое у нас вдруг обнаружилось в прошлом, мы начинаем на все обижаться. Обижаемся, оскорбляться. Причем самое досадное и самое горькое, что это прошлое мы знаем очень плохо. Да, вот в том-то и дело. А малоизвестным прошлом. Благодаря, кстати, тому, что вот это происходит, еще раз, я как специалист в информационных технологиях абсолютно уверен, что только благодаря какой-то, наверное, провокативности, какой-то такой нестандартности озвучивания того или иного факта, люди обращают внимание на тот или иной факт или вспоминают о том или ином факте. Потому что сегодня нам предлагается посмотреть 20 роликов про потрясающую 15-летнюю Юлю Фигуристку и ни одного про, там, не знаю, Холокост или блокаду Ленинграда. И для того, чтобы мы вспомнили об этом... Или про Сталинградскую битву. Да. И чтобы мы вспомнили об этом, видимо, должно происходить каждый раз. И с каждым разом все более и более острое и больное. Тогда мы вспоминаем, тогда мы изучаем. Ты знаешь, есть еще один момент. Сейчас я боюсь, я вызову на себя очень такой шквал недодавания. Да я уже вызвал, так что... Ну да, я добавлю. Понимаешь, какая штука? Мы как общество, вот мы как общество, и это с советских еще времен, а может даже и раньше, мы не умеем каяться даже перед собой самими. Смотри, сколько у нас, у нас же лежат. Мы, как сказать, делаем действительно из этого прошлого культ, но при этом мы даже не захоронили половину погибших. У нас страна в костях. Да, и мы, в общем-то, ничего не помним о тех живых ветеранов. Извините, пусть их Бундестаг слушает, а не мы. И это, кстати, тоже с Гранином. Даже история, кстати, говорит. Гранин, который опубликовал фотографии, как Жданов кушал все эти... Какой у него стол был. А Меденский склашен этого не видел. А Меденский говорит, что он этого не видел, документов нет. То есть Бундестаг стоя аплодирует Гранина, его слушает, а министр культуры... Плачет, да. А министр культуры не видел. Не видно и неинтересно. Не видел и осуждает. Да нет, он уверен. Ты знаешь, он уверен. Он уверен, что Вторая мировая в России началась 22 июня 41 года. Он вообще удивительно уверен во всем для министра культуры, я тебе скажу. Он как-то прям очень уверен. Потому что история — это точная наука, у нас есть документы. Понятно тебе? Времени мало остаётся, поэтому мы должны обязательно заслушать твой пост, аудиопост. 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 Аудиостатус. Про то, как гулять с собакой-то по московской зиме. Да. Первый раз за свою уже долгую 13-летнюю собачью жизнь мой пёс не может пройти буквально 10 шагов по асфальту до заснеженного двора, чтобы погулять. Он начинает хромать на все лапы и смотреть на меня полными боли глазами. Ему разъедает лапы. Разъедает та нечеловеческая трава, которой мерзавцы из мэрии пропитали наши дороги и тротуары. Я бы донесла его на руках, но он весит 40 килограммов. Мерзавцы из мэрии, убивающие наш город, калечащие наших детей и собак, уничтожающие всё живое, отравляющие нашу воду за наши собственные налоги. Мой пёс в тысячу, в миллион раз умнее вас, добрее вас и породнее вас. И тебя, наш тюменский абориген, и вас, чудовище из департаментов дорог, ЖКХ и прочее. Вы даже представить себе не можете, каких корч и мучений я вам желаю. И я верю, они вас настигнут. Нельзя такое творить и оставаться безнаказанными. По скриптам. Ребята, где срочно купить нормальные ботинки собачьи большого размера? Такие, чтобы не снимались и не сползали. Да. Ну как-то прямо так резко ты высказывалась. Я тебе скажу, что в прошлом году ветеринарта наша, она ещё резче высказывалась, потому что собакам же свойственно нюхать, нюхать и лизать. Но это вот, да, заложено природой. Вот они лизали и погибали, потому что оно разъедает внутренности просто. Если вовремя не дать рвотное и не доставить к врачу, собаки погибали. Но есть ещё один момент. По этому же всему ходят детки. Маленькие детки, а варежечку лизнёт. А кто будет отвечать? Миш, вот это удивительная история, понимаешь? Спросить-то не с кого. Вот эта история про штатовский вариант, про то, что припарковался у муниципального здания, вышел посмотреть, ровно ли припарковался, тюкнулся головой о парковочный столбик и подал в суд на муниципалитет, потому что столбик наклонён и выиграл. Это же не про нас. К сожалению, да. Остаётся только положить стейк на асфальт, обернуть его с двух сторон и потом сразу на сковородку. Спасибо. У нас была Мария Строева. Меня зовут Михаил Гуревич. Статус на этой неделе закончился. А через буквально неделю мы снова будем с вами. Вперёд. Спасибо. Спасибо.